привет я вторник титульный читерский как говорится читерный да так что немножко по 4 посмотрим что из этого выйдет пока хикару играет хикару кстати вроде как не сильно напрягается по поводу атаки крамника насколько я понял хоть мне кажется крамник пытается выдать его реакцию за какую-то нервную но я думаю что хикару просто кайфу это то что происходит каждый видосик собирает больше просмотров и никакой по моему у него боязни абсолютно нет но посмотрим посмотрим да все так делают все движок подрубать листи общался с одним именитым гроссмейстером очень сильным он сказал что типа какие три процента какие 20 процентов по его мнению 90 процентов читеров в той или иной степени по крайней мере посмотрим посмотрим на всех рад минутная готовность мы 33 по рейтингу так что пора нагонять пишешь спрашивает не кажется что арнян был договорняк так как аронян пошел на такую позицию быстро я думаю что я в обзоре говорил что ранен просто недооценил сложности возникающей позиции он должен там наверно компич нули и ушел шуму как не разберется а там буквально один ход не точно и сразу плохо так клименс риец надо теперь гамбит про с него сыграя не надо кстати не федосеев был другой гроссмейстер я думаю что волосы 90 процентов такого я еще не слышал честно говоря да но мы естественно будем сегодня обсуждать и крамника и фикарушку так что готовьтесь готовьтесь так чтобы нам здесь такого сыграть далее сыграют пастель машинка схемы давненько я не играл выдаю сегодня интересную статистику на интересная статистика скорее всего последний туре произойдет я так подозреваем посмотрим спасибо за поддержку так а6 в 5 нас или блату партия с к бяном кто помнит было тут у нас партийка но скорее всего мастер из германии ничего особо не знает я так подозреваю так а4 такое не знаю выглядит мне так уж и глупо может а6 уже не точно вам на эти ладя 8 пойду чтобы сыграть мне не хватает крестика но я крестик вряд ли буду носить ближайшее время по крайней мере а что в моем случае кстати интересно аномальная статистика у нас разброс то от 6 до 9 очков что из этого аномально так бы 5 слома бассейн примерно равная позиция каталонии черными тяжело зацепиться с раздачи скажем так обыграл бы 945 мастеров вида подряд конечно нет но я не хикару это такой немаловажный момент нам по 4 или можно пойти он кунь бы 5 наверно но яркий рок простил примерно равный по виду да кстати прикольный видосик вот или сейс отмечает как англичане проверяли на себе так сказать ханса читерские девайсы так слон не 4 он заберет на этом мы не выиграем 6 можно b3 какой-то исход по 3 он просто съест она тяжесть пойду ну кто чё думает кто вообще на стороне крамника кто на стороне хикару рассказывайте 45 первого зарядника кстати я думаю что может не обыграл бы но мне к шансу не нулевые далеко и ну конечно то что у него несколько таких стриков скажем так это удивительно но в целом ладно достаточно то что у меня не хуже но и не лучше сейчас будет сложно выиграть сухая совсем позиция 7 поэтому что один до 8 постой надо кстати о егор ты слышишь нас давая этот опрос запилим хикару против крамника уж вам когда последний раз мы вторник играли еще не было атаки на хикару так но это ход логично на норп побью и пойду и 5 этому пойти ладно придется видимо флаг рубить боицы равны абсолютно а мужик рамника хикару раз уже обсуждали не помню может быть на стороне здравого смысла что проверять надо хикару мы просто на самом деле я донесец не против если хикару как-то проверят просто не понимаю как вот что крамник конкретно хочет какой именно проверки он хочет так ферзей давайте не будем пока менять молодей 8 пойти по позиции скорее всего не выиграем сможешь ли в суд подать steam открылся сможешь ли хикару суд подать но мне кажется скорее пока нет потому что крамник каждом видео по 50 раз повторяешь он никого не обвиняет но это надо у юристов интересоваться так есть какой-то такой вот но просто набросил хочу ладей 3 пойти может он испугается землет наш 3 h3 кстати может побить можно вообще не думал об этом сначала но выглядят они так шеи или глупо он же 4 до будет но она ушел тогда как ступа коня в 2 нету хода можно кони и 5 еще нам ушел можете сложить риски навешу чуть-чуть его прослабил позицию потом как-то он в принципе правильно играет с другой стороны очень беспечно это всех уводят мне кажется это может привести кому-то зипку что с дуду я не знаю но то что пишешь у заболел как насколько серьезно что я не знаю так но 20 секунд должны зарешать тут эту показать или сейчас владеет и где-то нанесем готовимся сильный ход вообще забыл сильный ход мы что не хочется идти с другой стороны не спрашивает видимо так и ну так просто перекатывают жестко ну ладно принципе я году на 10 примерно сказал так и будет так что окей я думаю что ничего здесь такого мутного не было просто такой дебют был разыгран но очень тяжело мне зацепиться очень тяжело зацепиться короче отстроить программ на перекаты по времени сейчас такая довольно типичная что ли хикаровская партия не знаю понятно что уровни разные немножко что соперника моего что мой уровень по сравнению с хикару но но довольно стандартно мне кажется что вы думаете поводу этих мутных казахов алишера салименного рамазана жама ханова а лишь ну а лишь рту как стал мутным потому что обыграл карлсона я вообще считаешь ничего там не было совершенно рамазана я первый раз услышал про него на швейцарке и поначалу результаты конечно были дикие но потом вроде все пришло в норму и не знаю ничего мне сказать по моему я не понимаю почему какие к ним претензии могут быть ты же сам дружил катаре спархаун который читерить на первом месте таблицы краник это хороший вопрос во первых я не знаю кто на первом месте в таблице краник а во вторых ну да есть такая можно к вам это предъявить наверное но он забанил на ческоме не забавим помна ли честь действительно забанен но есть такая да предъява ко мне не надо что ответить честно говоря архан точно 1 месяца дать и а сколько парка вот выиграл во вторник я чуть не помню чтобы на первых местах там был сегмента да вот эти вот вру сегменте я так понимаю мнение разделились а в англоязычном сегменте по мнению только однозначно но правда там конечно хикару больше авторитета чем краник скорее все поэтому что нельзя другие читерами но посыл такой вот о нем собственно допустим грещу говорил что мы как читерство воспринимаем на пусть серию почти рюмон ничего страшного а на самом деле но опять-таки поется грещу к что это просто крысы как он говорит которых надо корни рукопожатные становятся автоматически было ли кони в 2 нет кони 3 было кстати кони 3 было да я кстати посчитал этот вариант съели съели она не успели же 4 там 0 и какой-то комп пишет так что не выигрывали так чем сыграть чем сыграть чем сыграть как мы вообще если какой-то ход который мы еще не делали на стриме так вот и не удать и е3 пойду вот ли разыгран габбит ботесная надеюсь что нет но не обещаю так здесь можно как-то по бешеному же 4 но по-моему до 4 более правильный ход с какого рейтинга можно принимать часть артитуль нам нужно имеет звание неважно к рейтинг звание важно тогда есть куда сильный ход был я уже забыл честно говорить теорию так по-моему очень сильный ход а вот он интересная игра то что обычно ходит и 5 сразу он таким вот образом но пока я сердце 2 наверно поведу шубин 4 не сыграл кстати на ладей 8 конь же 5 может быть это есть ход главное мне на и 5 не бита такой не 5 выскочит все у него сегодня на мази конь же 5 конев 8 или 6 даже 8 кони 4 этом прыгну выглядит все нормально какой-то дал мне больше нравится как-то подвесном состоянии что можно зиму шувалов нет титула он играет такое невозможно нет тут у всех есть кандидат мастера по-моему если ты не российские какой-то международный не знаю что это значит тот тоже можешь играть как звание майора кстати тоже не дурно а есть есть такой мне кажется интересный план f4 пуль не послал деятель или нет или это неинтересный план что там еще еда какой-то может последовать а дать кони 4 сыграем конь же 3 0 до 5 залезем так как же 5 странный ход и ладей 1 сыграю в 4 хочу кстати в 4 может но не выиграть но очень а ты ежи был вот еще и потом в 4 gb просто очень странная идея он видимо h5 хочет нет да я просто сдался в 4 2 попроще идет это штора дать что я там могу как что и открыть но мне сказали умные люди что тогда цвет будет плохой поэтому хоть хоть такой свет у нас сейчас так на фигуру отъели дальше разберемся надеюсь сколько борис снова подписчика привел на канал отличный вопрос но вот я имя есть доступ но я не смотрел уже давно честно говоря поэтому конкретно не могу сказать но думаю что вообще в целом скорее всего в районе половины у меня есть такое ощущение хочу конем на 5 потом прыгнуть и на же 7 напасть и на 6 так ну ладно соперник зиму фигуру тут особо нечего обсуждать но мы ему благодарны на первом месте кстати говоря на втором амереза нарезу знаем амерезу не знаю так давайте включим пока на фоне хикару можно включить на чекару пришла с кем-то субнамом играет уксоте у собакам это не хуже вот сейчас посмотрим я почти уверен что хикару выиграет на появится у него не лучше современном обыграл еще артемиеву черные без звука об ударе многих сильных грозов так а чем он не может выиграть у гроссмейстера я не понимаю молодой шахматист что в этом такого-то он что-то обу-даби выиграл если бы он выиграл весь турнир я еще могу понять вот смысл учителить против карлсона вообще самое тупое что можно придумать это раз против артемио наверное более умное занятие но тоже не особо перспективное мне кажется какие линии он играет можно проверить а я то ли будет первым и если хикару но мы уже можем до такой степени дайте шесть хикару саль сыграет по первой линии до мужа в шоке полном будем но в общем не знаю мне кажется кромнику пара что-то уже предъявить посерьезнее пока 1 вода честно говоря и ну я на стороне хикару когда на камору подаст на нас суд not вопрос в том какие у него шансы я думаю что пока он просто хайпует на этой теме им особо не интересно может и ошибаюсь правда не знаю играми и вообще меньше барыш говорит глупости ну насколько я понимаю не совсем общая но наверно большинство за знаку в этом вопросе почему запекали фамилию андрейкин в интервью щитера прыгать на сперва удобно на андрейкина нет а почему андрейкин причем вопрос мне почему ты запекал андрейкин во первых я без понятия кто там был я точно так же как и вы не знаю мне кстати самому интересно но я не знаю как претензии точно не ко мне почему там кого-то запекали но очевидно это кто-то из нашего круга общения но кстати я думаю что не андрейкин потому что читер никита обмолвился что он где-то с ним пересекался то скорее всего какой-то московский шахматисты есть такое подозрение так ну и хикару естественно побеждает владею опять же сегодня пешка проходит его для b3 до конец магнус молча чем магнус скальпом все так просто попкорн взяли и наблюдают так вот черными играет регаити 3138 приличный рейтинг меня с ним счет тоже жутко минусовой конечно а почему-то отображает счет с его соперником но какие-то партии у него цеплял будет ли свитер опять радовать нас на этом канале стрима чемпионата мира парапиду и блицу я думаю что да но не знаю что я пока это в кулуарах решается я не знаю что касается вот здесь куда кстати интересная позиция но у нас друзья почти уже собрана команда на пролигу в этом году у нас будет мощнейший состав но в прошлом году у нас был мощнейший но в этом прямо еще пушка кстати может быть я там был запекан да кто его знает тогда никиту я думаю всерьез воспринимать не стоит если у меня качестве своего ориентира чечерского определил пролига будет в январе и конце января как прошлом году короче то же самое так выиграл 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 давайте посмотрим сережку сережка выиграна стоит не интересно так вот мишаник сторона пытается черный мот соорудить как им это удается это удается народом месте фигуру же осталось рома отставит удивительно так а паравян такую ряд ли выиграет никите не очень верится если честно но я так скажу конечно никита самого то есть я видел много мнений почему то что это какая-то постанова и так далее но если это постанова это очень смешная постанова зачем никита сам вызвался и провели вот я провел интервью но вы некими слабенький читер конечно не очень серьезный вот это то что он рассказывает что он что-то включает фоткает ну это все конечно детский сад абсолютно я думаю почему кран ничего не говорит про раджаба яркий пример нечестной игры в онлайн шахматов боится получить чтобы прыгать потому что прыгать небезопасно ну я не знаю что как умею крамлик она но он говорит что мне очень пофиг я просто изучают цифры статистику и математику мол кто там окажется читером и не важно так чё тут алекс папа симас куполос одна из последних партий я вам так скажу насколько я понимаю многие говорят что как может хикару стриме стримить и читерить это нереально я пообщался с одним человеком ну очень мною уважаем по крайней мере который очень хорошо шарит программирование он говорит что можно там такие проги буквально за несколько дней сделать что никто никогда в жизни тебя не не запалит это причем все будет автоматически делаться поэтому этому технически это возможно что хикару на стримах там как-то условно подрубает но но я пока ни одного серьезного аргумента не увидел чем а ты как креатор провел быть чирский эксперимент на своем пути для контента безусловно да но проблема в том что мы заденем честных игроков и вот как с этим делать что с этим делать непонятно тимофей решетов прожит просит передать привет тимофей решетов передаю привет тимофей почему краник ничего не говорит по поводу актерик хороший вопрос почему почему вот допустим видео вот есть на видео которое реально мне показалось алсин чоком по моему играм николашу мутный до 20 у него в пользу его и чем 10 же ребята я помню этого чувака какой-то жутко мутный тип мне кажется можно знатонник мы с ним играли тогда все славянку сыграем прям заденешь огорчу здесь человек поражение к масштабе ты хотел мне казалось что если это дело то это делать как-то ну прям масштабно реально не просто на одном стриме так поприкалываться это не так не так интересно турков много страна от и подлить ли legend is back 12-летний 300 ну вот это но это просто вот это нереально абсолютно на мой взгляд абсолютно нереально ульи было видео как где подсказки прямо на доске покажутся кружочками это кстати мне наличие скинул какой-то подписчик я скинул потом илья и вот он это опубликовал так вот уже тайминг какие-то 32 секунды продумать над слон же доношу забрит на g3 точнее вот это очень похоже на то как как никита нам рассказывал что разыграл дебют дальше надо сделать фоточку и там уже наличие с тебе все расскажут что делать опять пойду надо быстро и правильно мне порекомендовал если это мутный тип играем быстро и плотно это ходу слон е5 тебя в голове считают слон е5 конь е4 конь е4 да и и собрал сразу да и пойти можно ли пулю 4 да можно легко но только-никак никита да жалко не умею быстро и плотно играть за правда так может быть с этим может имело смысл слоном попить я так сейчас думаю не знаю чего примут поставил я хочу к ним залезть сюда вообще по ощущениям пока он просто очень слабый но не зашу очень слабый но у меня уже лучше боится кажется маслон до 4 срочно пойти правда сами понимать чем обычно такие разговоры заканчиваются чем-то типа так он здесь я думал я пешку отдам скольный внутри у меня очень даже не забирают интересно так вот здесь есть я думаю что мог могу съесть почему бы и нет и допустим ферзь c7 расширение которое позволяет практическим на и находить помощью клавиатуры точит ну конечно любая любая сторонняя помощь это че-то чит почему читеру не изменили голос я не знаю мне кажется он как-то очень много и по себе себе выдал если честно то есть какой-то довольно разгильдейский подход от никиты пока пешки не буду забирать ну просто на и 4 еще висит колен до 3 поддержим а там посмотрим аж 5 всегда я загляну время партии вообще можно но сколько мы играем никто кроме крамника мне не запрещал этого делать поэтому решили что можно хотя конечно такая подозрительная история на самом деле если уж откровенно говорить так если съесть и конь е5 как-то у него фланг разваливается здесь до главные ходы не писать вот для тех кто может быть не новеньким так относительно новенькие ходы нельзя писать все остальное можно желательно еще оскорбление не писать на эту же как получится так мне кажется ма тут вижу так ну ладно кстати читера обыграли дальше нормально стартанули первая партия как обычно сложная была она пока разыгрываемся пока разыгрываемся согласен стейкам читера что есть сыграть 500 партий карлсбад испруга это будешь лучше понимать карлсбад хороший вопрос но я думаю что наверно к это минимальная польза есть но это явно не самое эффективное что можно делать в плане обучения я вообще принципе не согласен с тем что комп на первых парах как-то серьезно может помочь улучшить игру потому что слишком много в частности позиционная игру скажем так допустим структуру понимать мне кажется он тебе не поможет он советует там пойти п4 ничего зачем п4 ходить так далее я все-таки за книжки все еще топлю из-за качественных тренеров на первых парах уж точно но размотал где-то как научился на 500 партии в славянской защите и все поехали как я съемка зачем ты 464 влече 35 так я ее играл по нормальной схемы играть можно паша читер этому уже историю слышали я пока краник на него наедет шума денег конечно репутация крамника невероятно у меня всегда лучшая оценка появится лютая агрессия на онлайне портит картину я думаю что это мешает скажем так воспринимать воспринимать информацию согласен саша тем учиться теперь все время будут гоняться ли больше шахмат о шахматах на канале будет спасибо за обзор good boy ну мы не можем молчать реально теме читерства но это серьезная проблема то есть как выводом крамника можно по-разному относиться на то что это действительно бич шахмат я думаю тему надо освещать что касается шахматных самих 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 шахмат то я думаю что у нас не так уж и мал на канале а че у нас почти каждый день что-то выходит вот завтра кстати у нас интервью будет с александром предки проведем прямой эфир так что приходите я пока рыбалку схем была серия выпусков с каспаром будет такое скопу хочется альтернативу услышать с карпом у нас было серии 7 но потом что-то загнулась и не знаю перестали они общаться и продолжение так понимаю не будет по крайней мере ли об этом говорю вас не напрягает шоу как выступает чисто площадкой крамника в англоязычном комьюнити вот может сильно проигрыш не хикару как бы этого репутацию вашу подрывается ну момент понятный принципе да но не заменяет не сильно смущает не знаю как илью меня сильно смущает мысли проблемы серьезно никто не занимается потому что непонятно непонятно как ей заниматься даже крамник сейчас ну по сути так плюс-минус безотновательно обвинил хикару но к нему прислушиваться душу он легендарный чемпион и он уже не играет шахматы поэтому особо ничем не рискует а если я допустил на едных и карту ну скажем так мне будет тяжелее намного я не очень крамник не очень убедил но непонятно почему на к настолько доминирует вон они оба плане нет вот этот вопрос смотрите во первых долгое время у хикару 2900 блиц плюс минус там от 850 до 2900 но это бешеный рейтинг совершенно перформанс за последний год в классику насколько я понимаю хикару просто топ-1 в мире может быть урана выше но ну то два минимум и он не выиграл чемпион мира но там был вторым два раза и все время магнус обгоняет ну ну да есть такой момент что делать так но может что он же 5 курдать c4 пойду как жизнь очень приличная сыграя а рынка мы защита немцовище не играли что там нильсен написал про или я не в курсе не знаю чем написал так интересно на реку не 2 пойду так такая теория мне уже я уже не знаю блин стоило дурацкий играть немцович если уже на пятом ходу ничего не знаешь аксель была к эта партия там помощи 5 потом пульнул этот как рапорт я вспомнил что такое было но то сергей завгородни видимо не в курсе так это владеет же 8 потом же 5 же 4 играл что-то в таком духе что я припоминаю такую интересная кстати структура так может опять он был сыграть статей нам от вами ход на позицию так но она сейчас очень рискованное действие но попробуем 30 f34 попробуем по центру все расставить но король как расслаблен чем у тебя краше 950 можешь представить пол из 46 подряд против хикару во первых 46 партий подряд хикару там никто не играл там были разные соперники во вторых там все-таки ребята были на своем пике скажем так абсолютно насколько я понимаю там какие-то 2 200 которые 2 900 добрались тоже кстати спорный мутный момент то есть нам бы 5 посыграю закрою что еще хотел сказать то есть у меня все-таки пик явно повыше чем 2 950 ну и кстати у меня результаты сикару ну не полочка конечно я набрал но но близко к этому поэтому история так ладно здесь собраться что-то мишку томат поставить из текущих ферсов 6 еще на f3 на пол и 7 но он тогда это кстати мы поддержим позицию запрет наушников мне кажется он дали без не зашим бесполезен но как-то у меня хуже полиция серьезно что может съесть на е5 пойти мне кажется ну что есть что нет без разницы так давайте вот такой странный ход сделаю е.д. с идеей может кило дюйдер подключить по линии пока меня переигрывать он не коль плохой вот этими и со шестьом где-то когда-то придет там кони в 6 и 8 до 64 вот это будет прям совсем плохо но здесь двоих пока не нравится мне появится конечно я думаю что с сикару примерно 46 партий сыграл набрал очков ну и мне кажется 10 давайте вот так вот хитро попробую с этой стороны залететь тоже конечно ничего особенного надо ускоряться ну кстати есть такое правило что ли что против хикару нельзя читерить негласная я думаю что она действительно соблюдается потому что хикару может если ты против него по 4 что тебя могут за секунду забанить это тоже кстати ческомовская такая проблемка мне кажется так попробую пойти так и перевести слона сюда вот против остальных можете среди против хикару нельзя давать снова 4 сыграя но он удивительно стабилен да и в этом конечно с этим сложно поспорить александр гриши тут обыграл хикару нет я вничью сикару сыграл то что я очень испугался это кстати тоже момент который мало почему-то о нем говорят помимо математики которая не факт что сходится еще момент что ну страх имеет большое значение я уверен что я не один такой который которую коленки трясутся перед хикару просто об этом никто не не говорит мне мнение не стыдно так не пятились думал а на эту на полу хороший ход ну или не ладно мне хотел сказать ну ладно нет не ладно я зиму вам скажется надо ну чё так это фальшь пошла правда сейчас у него есть перемуж спешка б-6 будет очень слабо но опять вам флаг рубить на чуде пробуем так вот это интересный ход не очень сильный по виду так слон д6 шах 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 блин вечный шаг да грозит она вернулись ребята не очень а пока довольна своим качеством но нули в конце все таки видимая оторваться кильдем здесь не могу после король слишком голой получается равная позиция как-то считаешь так ладно проехали что без ферзя какой-то и ады тур сережкой 44 на тринадцатом месте жесть покажи где бландера блока-то бландер да я не знаю где бландер был это нули это нули это какие-то почти нули 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 слон д6 было бландер я защитился от вечного шаха а здесь у него был какой-то ход типа ладей е3 и мол мне нечем ходить особо у меня угроз нету видимо король у меня все-таки голый совсем ну да ну ладно сойдет да как кранник наш учил первый тур не 4 начиная 6 он подрубаем беремая партию с бареем нет не видел работяга ссоре краник почему-то рассматривать только отрезки партий который нужен поэтому почему не 10 партий в лево или право тоже тоже у меня такой вопрос есть шима тебя витик обвинил читерцы но это не совсем так это то ли паша то ли кто-то другой нарезал так что типа витик меня обвиняют но я посмотрел этот отрезок витик меня наоборот защищает так что передаю витику привет так сколько народу по 4 очка подозрительно много 22 человека включая хикару сейчас сережку ариан тари дайте нам ариана тари дармового кемера джабов мсб2 жаспен вандерфул тайм все как учили рудик да некоторые рудика тоже подозревают но у него сколько 985 не так уж и много до 21 место корни стыдно оцени мутность распема пушка летом на 10 я скажу так что если он когда-то списке все вскроются но если в них не окажется жаспема я очень удивлюсь очень удивлюсь распема кто вообще чудо пес бабушка ну ты вроде у нас несколько лет уже на стримах с перерывами я так понимаю распема это перуанский перчик которые очень хорошие результаты показывают видел дебютные файлики рудика 30 ходов да мне народик дебютчик мощный спор нет александр хромаев 3 352 булета ческом это кто я не знаю первый раз это вывезли реально 3352 прикольно играть разменную французскую за черных посмотрите партию блюбаума я как не шучу он по-французской самый большой эксперт на сегодняшний день чё за чай пью ничего интересного обычный чай дмитрий ну да есть некая этика конечно полностью не могу откровенным быть но я я я в этой катке за знаку пока кости корниенко первый раз слышу шима ты в чем эксперт хороший вопрос не знаю что за идут на первом месте от эрегаиси эрегаиси кто на канале шорцы делает что-то не узнаю делает именно или кто смысле на видео там дмитрий как и там у нас в основном кто такой рудик рудик это молодая звезда российская на к играет почему не играет на году даже больше стал играть я так понимаю чтобы побольше побольше хайпануть на теме развлекать что я думаю ну учитывая что у нас команде будет я думаю о нем все только все все самое лучшее что думаешь про модерн за черных против и 4 они нашим модерн командных будешь принимать счастье каких командных вот у нас будет про лига они кстати угадайте пока состав какой состав у нас интересный как интересно как сказал бы владимир борисович поляки отпустили кстати давненько их не видел так что произошло дубов грищук денис ты два человека у нас есть из этой команды не под дубов рудик лозаик два человека из этой команды тоже есть дубов гунин лозаик из этой команды один человек кран лозаик шаман кстати вы из этой команды у нас четыре человека неожиданно так что команда мощная будет как мы система чегориного французская я не знаю вот ребята без обид но я реально вы говорите название я не знаю что это такое не знаю что система чегориного французской первый раз слышу турнир какой но в прошлом году когда мы играли там команды и магнуса такой же турнир будет кстати в этом году там притой фон тащит 250 тысяч надо тащить но у нас естественно есть как приоритет когда мы в команду берем каким-то нашим товарищем скажем так поэтому но не все не все а кто в том году по итоги выиграл по итогам выиграла команда готэм честа которые играли на как и до 7 потом там был узбекистана фамилия пахидов и там еще никола бортник там играл шумана после со рудик макарена читер у которого левитов ронтере я кстати предлагал вас ли взять команду но там уже как-то место место не нашлось проникал старина нам на каждом стриме задают вопрос но я говорю еще месяц назад я бы даже не сомневая сказал что он просто зверюга абсолютно и все но сейчас уже сейчас уже нет нас канала пропала боделька она недавно у нас была периодически может будет заглядывать бортник кстати будет таблицы как думаешь я думаю что будет да что такое перформансы как он считается но проще погуглить но грубо говоря если допустим у тебя 2 500 ты выиграл 2 600 у тебя перфоманс 3000 ну как-то примерно так высчитывается я не кассина рада как в прошлом году мы взяли бублика но он так и не сыграл ни разу за нас только сейчас сочи да там какой-то странный кстати турик проходит сочи какой-то командный кубок россии первый слой такой слышал там команда на команда дубов мотлаков а вторая команда уже средний 2400 что они там забыли не понял насколько процентов изменился состав хорошего да нет кто у нас не будет точнее я про себя скажу у нас не играет раз не играет 2 но бублика тоже команде не будет 34 по-моему да по-моему 4 человека а вот алексей сарана у нас будет команде так что приветствуем нашего одноклубника откуда такая секретность ну как все пока держит свою команду при себе особо нету смысла как-то разглагольствовать но я так примерно пол команды вам уже назвал так есть такая схемка да дать от так пойду сюда такое видел мне кажется тут так играл недавно может быть каком мой уровень подготовки что-то я такое видел кто так недавно играл и пойдут цел такой самый плотный ход видимо видимо к теория ну или просто лёша супер быстро играет такое тоже может быть я уже почти всю команду слил ну опять таки это небольшой секрет ну хочется посекретничать немного чем бы нет так хочу сказать буду быть 5 по через шесть такой же пять сыграю чем будет делать на почеке мне нравится отход ну давайте к нему поставим и опять же можно пойти нет и страшно так если он сам и 5 пойдет страшно так здесь важно так быстро играть сейчас заметил надо типа 5 за пули не проигрывает так если обычно если конь c5 кстати и коль b3 ну-ка ну-ка мне кажется надо подземнул так он у нас просто поприятнее мне кажется я вам судьба пойти на просто ничейного позиция примерно сразу мы играем на победу чиперка слабая вроде правда как дальше на победу сыграть пока не знаю давайте муж так и так если в этом смысл вроде ничего не деваю я такой быстрый мозг лака кстати в команду да нормальная тема салах недавно взял дал интервью шоу когда огромный фанат шахмат оказывается еще не каждый день катая так 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 вот и кстати видео надо обратно ушел чай кончился не успел перерывчик на будущее так а сифер жипел ферже 5 насходова чем не про так нравится такого хорошего не на так сейчас а если и 5 хочу я сделала мне кажется пока не могу понять чушь на чушь это 3 не по чуке . нужно здесь хорошо время нету может быть d2 прокатывал не уверен вот не вижу вот 0 все пешки по белым может не так все плохо я думаю что то нища на самом деле но времени нет совсем проблем к и тач-партер может стать проблемой неожиданно так давайте запрямую пойду вообще это несчастно все нужно слишком ли пешки плохо стоят лёша давайте по приколу нечего зашлем так немножко подписить поведение я сразу 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 прошу прощения это немножко грязно но так чисто порой саль думает хода не видит отчего я сделал что это такая нищая лёгкая еще не понял чему это пришел мне кажется пешка никак не должно проходить так 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 сделал медленно как-то играл такая поица была хорошая фиржи 5 фиржи 5 было зря да фиржи 5 не обязательно е5 был тупой ход ну да е5 дал ему прыгнуть надо было какой-то король h7 дикий ход поднять и у меня так на секундах мелькал такой вариант типа так ладья d1 как-то конь е4 fe ладья c1 ну слон е2 и у меня ничего нет он просто короля подводит и все похоже надо было стоять сейчас посмотрим я по 4 забыл вообще что-то аж и 3 аж 4 просто плюс один не знаю если кроме и 7 стоял мы сюда пришел сюда потом а вот я на эту программу на эту программу видимо проиграна прикольно что он так долго думал видимо тоже салшка от ничья да вот это было бредово особенно секунду как мне секундах еще но времени так много пойди реально же 6 просто ну чуть поприятнее боится король f8 спокойненько я сначала хотел попить вообще любой ход видимо все что-то обострил себе на секундах я уже пешка где-то проскочит но для этого нужно было читерский ход король h7 поднять я даже не понимаю в чем идея на самом деле почему аркадий акромаев до сих пор не забанен я не понимаю вот у меня мелькнула дешево может быть не надо бить наш 4 но скорее все это ничего не меняется но он и в 4 пойдет на то же самое данная программа и алексей безусловно зазорно проиграть кстати у меня есть еще 46 39 мою пользу мы снимем кучу парт сыграли с началами обыграл под ноль а потом я как-то исправил ситуацию это что думал что мы уже шесть туров сыграли про вас очень корректно писали в анонсе видео про лига имеется ввиду что команда большинство состоит из восточноевропейских игроков но это практически полностью правда является что можно так сделать что видно первой линии при анализе было наверно можно будет как-то сделано и гора попросим чуть-чуть пофиксил руслан юрьевич горишь он назвал своего лабрадора шимой но я наверное это поддерживаю эти не уверен но лере привет передаю а кстати я недавно ходил ходил на школу одну мастер-класс дать и там есть мой болельщик большой он мне вот такой вот конвертик подарил горит открой 8 мая 8 мая у меня день рождения надеюсь он нормально видно вот но он потом не дал разрешение открыть его на стриме так что открывая на стриме я посмотрим этом такое может там 100 баксов так тут какая-то записка дорогой александр поздравляю вас с днем рождения желаю вам счастья здоровья успехов на канале левитов чес и обыграть магнуса с уважением иван я сейчас расплачусь иван спасибо я это сделал на стриме слишком слишком эмоциональная история но вот так вот ребята иван лучший так ну что плачем здесь я надеюсь вы тоже заплакали как и я я не плачу это просто слезы так начало кто-то в катки еще что ли очередной крикер подкатает такую позицию полчаса а сам прикол что он отдал слона на эту сторону нечаянная позиция или нет мне кажется равно нечая чем комп пишет плюс 38 а там какие-то будут слон c7 потом наверно какие-то паты слона на b8 и черные будут вынуждены пойти a5 b5 и после а b это выигранная позиция чувак видео прикольнулся потому что цена вещая это правильно чай не забыл папа надо блин там вниз идти так что после восьмого пополним ну ладно тогда респект крикер за такую боевой боевой дух так если ты побить король бы 7 а видимо успевает как-то королем сюда и потом слон е5 пешку на 2 остановить сан халикман перестал делать ролики потому что теперь другой команде я не знаю не про какую другую команду вот надо выли спрашивает но пока и насколько я понимаю как вы сотрудничество приостановлено но у у нас там запасе довольно приличное количество старых еще видосов ахалифмана которые я так помню будем потихоньку выкладывать так мы ждем по идее сейчас должен быть относительный фиш холик аэропитян так у нас на счет 20 так на и 4 с не ходили давайте 4 по ним нет у меня 4 она 6 из 7 должен намечается можно до 4 каш по старой памяти дать сыграем по-другому и пойду твердо 4 здесь до кидайте бабушки донат и он потом передаст схему намутим так здесь мы сейчас поставим c4 вот такую и сделал лишь у нас чуть получше за счет этих пешек в центре мощных на штрип и душу нигде к уже 4 секунь и 5 не было хороший ли а тренер я думаю что да мария сегодня рекомендую курс клипмана по французску забил она значит да не не остался без работы александр валерич тогда посмотрим что там по таблице то кто вообще лидирует столько человек 600 человек по 5 9 человек народу а если можно и побить ему снова 4 не обычно в таких ситуациях веришься у меня на копеечку поприятнее как а марио можно посмотреть а как марио может смотреть я кстати к марио нормально отношусь даже хорошо да кайпует жестко но почему бы нет сколько тебе платят левитов хороший вопрос не жалуюсь какой ответ принимается съел а вот это мне кажется грубая ошибка чувствовать будет делать не то что грубая прямо у меня теперь хорошую быть я ожидал дядя слоном я максона пригласил на стрельбе дача с кайфом а максона смысле а марио я так понимаю его сейчас везде зовут и макс с кайфом кайфует так сюда из кольда 5 цикл бы 5 сюда потом подгражи варьет а тут я думаю по 23 потом бы 4 где-то но туда и привет следующий турнир у нас чемпион мира парапиды в лицу здесь у меня две опции могу c5 поставить могу b4 потом c5 могу больше цепи пойти даже три опции получаются я не знаю к из них лучше c5 как-то мою игру все затормаживает это хотя бы до этой пешки буду докапываться допустим фирт б3 пока поддавил может с этим я ничего особо и нет но мне мой бойца больше нравится удачи есть вопросы я заинтересовал шахматы в конце июня у меня рейтинг сейчас 1000 начиском это хороший результат это нормальный результат но вот я могу сказать что у меня есть ученик у него он началась и в июле заниматься точнее даже познакомился шахматами в июле сейчас и у него уже 1700 наличище вашим подрубает конечно не знаю просто к сравнению начала правда гений какой-то честно говорю даже даже и планишь шахмат в принципе но у меня такое ощущение есть тогда тихо не а2 может к н b4 переведем это может ферзь и ферзь 3 пока ферзи менять не хочу королев до где-то пойду чтобы на всякий случай от шахов уйти дурацких турнир ком торонто кстати возможно будем даже коменте живую зависимости от того во сколько турнир будет начинаться но может прокомментируем так здесь я как-нибудь 4 сыграю здесь я сыграю куда-то надо зайти вот у него слон очень тупой вот это важный момент важный момент на дефирт c3 показать может сюда муж 6 в таком духе гению 30 лет так и в 5 до логично лично 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 надо как-то подержать позицию пусть он флаг уронит теперь у него эти все слабые очень я слабая на и 4 поэтому я пойду владея 1 пойду ферзь е2 условие 4 м смошлись еще на эту цепь напал я землю ну а подкручиваем чё неужели ничего нет так ну что то есть точно ферзь f7 там на b7 висит какие-то шахи неприятные слона 6 есть какой-то ударчик нужен ли он нам так проснуться неплохо чувак сыграл так время время ходи какой-нибудь ход сделай перекатываю друзья жестко совсем выигранная позиция а 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 как на трех секундах против минуты может такой не выиграть я причем видел этот вариант первую линию ладей f6 fg6 это я видел а дальше оладей f6 просто почему слон сперем просто уйдёт это тельтовая просто перекатал при чем вачка вышла точно какой то и то меня перекатал но уже на секундах это не имело большого значения как мне казалась Да, вот здесь, видимо, у меня хуже неожиданно. Да нет, я даже не устал. Я считал, что это боится на секундах невозможно удержать. Дальше я какую-то чушь понес, помню. Да, это такая приятная позишка, как играть вообще невозможно. Торонто во сколько будет начинаться? Блин, опять последние капли. Надо заесть эту боль. Надо пулю потренить. Не, ну о какой пуле идет речь, когда у меня здесь минута на часах, а у него три секунды. На самом деле, боится не такая простая, в том плане, что если ты сразу не выигрываешь, то как раз начинается паника. По крайней мере, у меня так бывает. Я же не первый раз подобное проигрываю, но довольно стандартный сценарий. Нормально опасаться играть Е4? Мне кажется, что нет. Мне кажется, что вообще не надо ничего опасаться особо. Ну, реально, о чем мы боимся-то? Не на корову играем. Я-то еще раз говорил о том, что люди, которые боятся играть Е4 или Е4, типа я ничего не знаю, но ваши соперники точно так же ничего не знают, поэтому боятся нечего. Впервые посмотрим новый пост Крамника на Чизкоме, а он когда вышел? Я не видел. Шима, касательно тренера, конечно, начинающему даже КМС за тренера и авторитета сгодится. Ну, даже, кстати, не обязательно КМС, начинающий муж там за первый разряд вполне сойдет ему. Ну, по ходу прогресса, занятия с не сильными игроками не пойдут во вред. Ну, в какой-то момент надо будет, конечно, переключаться. То есть, ну, единственное, что... Ну, я, наверное, надеюсь, это и так понятно, что не обязательно сильный игрок это сильный тренер. Но... Естественно, есть моменты, которые там первый разрядник не может... Или КМС не особо понимает, поэтому он и толком подсказать не сможет. В телеге вышел пост, ну, посмотрим. Ладно, давайте выиграем эту партию. Жестко надо сыграть. У нас шансы на 9 очков все достойные есть. Почему я каждый раз не знаю, какой первый ход делать? Шамы нужно изучать в Санчпелях. Вот это, кстати, вопрос, который в последнее время довольно часто звучит. Я не понимаю, почему надо изучать Санчпелях. Не понимаю. Мне кажется, надо... Поначалу играть в атаку жестко. И дебютные принципы знать. Не ходы именно, а принципы. И на это обращать внимание. Ну, по крайней мере, я бы так делал. «Санчпелях» Шамы, как тебе вью Гуджирати на канале? Мне понравилось, я... Очень жалко, что так мало просмотров. Я считаю, что он крутой чувак на самом деле. спасибо какая-то бешеная атака курс ли флаг дать угадан это косово что ли сейчас гео гессер сыграем ею окей евросоюз оказывается есть такой флаг кстати они такая простая идея клана если съем чем будет пешки просто сдваивать очень не хочется очень не хочется дать съем можно к репешку отыграют я вам ферзь c2 он просто уйдет поэтому дайте какой крепкий ход типа до 3 сделаем или можно к теория все неожиданно я так что подумал как он слишком хороший поиск получил так если конь c5 нападу стрим по гео гессер но боюсь я я фиш но это было бы прикольно это было прикольно а чё нам вкратце кромник выкатил какой в чем цифры есть чем соль я кстати даже покупал как-то подписку потом она у меня по 200 рублей в месяц сжирала каждый раз если мы забывали отключить так ладно дать соберемся обыграем человека из европы можешь создать отдельный канал на таких стримов но кстати для шахманы стримов наверное нет а для каких-то гео гессеров может покерок какой-нибудь постримить это было бы забавно и так раз пару раз в месяц может быть не более того кого-то стрик 140 11 41 это не хикаро я так понимаю уже да вот это мощный результат давать а4 сама 4 не не двину такой теперь а конец 5 уже там были блин как где перевес кстати слон f3 поэтому ферзей поменяет с гарри климовичем я не играл нет у нас есть легкое давление на пешку б попробуем зато что-то выжить и туля в покере нот глядя на мои стримы как вы думаете какой ответ покер у нас нельзя стримы почему первое слышу так если е3 он ушел сюда мы допустим ладья 2 мы не выиграли там фигуру не прошу выиграли как-то он он сам а сюда правда f5 у него есть ход и на конь же 5 к это е4 фигуру видимо спасает но я могу просто пойти ладья 1 забрали 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 и пешка лишняя такая вкусная и снова прицепился к этой защищаются f4 пойдем чтобы эту пешку фиксануть чтобы она никуда не двинулась и дальше это четыре c5 до 4 с красиво поставим на море думаешь что нет но я я не нет лучше бы я был не там честно так c5 пойдут теперь эти тоже никуда не двигаются всех по белым зафиксировали мне кажется это правильная стратегия посмотрим каким спортом кроме шахмат ну профессионально или серьезно нет ничем не увлекался мне нравится теннис последнее время вот может знать недели пойдут сыграют с корешем так и 4 нет хода поэтому сначала молодежи один сыграем и грозим уже и 4 пойти но 9 4 ладежи 5 шах ой забыл король и 3 пойти я за четыре года игры в шахматы набрал 2550 на чизкоме это хороший результат я хочу как-то пошутить даже пошутите как-то жестко на самом деле ответить но я не знаю как поэтому хороший хороший сыграя знак и но мы сегодня обсуждали 46 партий но я думаю у меня ожидаемый в районе 10 очков не больше скорее всего так он дышащим летал задвинуть это должно быть совсем просто забыл что он может водяда 6 по этим танцы df5 пешка пройдет так можно и 5 и 6 конечно а можно поиздеваться и король d4 чтобы младея все на пешка не висела выгоняя конструкцию так gg gg мистер fm это какой-то был сейчас сколько мы сыраем туру до он такой план сейчас выиграем следующую потом я схожу чайок налью и почитаем новый пост а уже высели кто 141 очко набрал или пока пока это тайна за рудик 6 по 7 . читер точно читер рудик так и кору 6 и руджио 6 крещук 6 вот какой-то индонезиец очередной кто это его год звон 1 0 против меня 0 сомнений остальные меньше мы догоняем когда слышали что hans разрывает турнир какой-то в хорватии по моему 5 по 6 или 6 по 7 было что такое и причем кстати еще один момент почему то мы это вроде открытая инфа что и крови про это вообще никто даже не особо не обмолвился что что ханс ездил швейцарию я так понимаю как равнику и после этого начал разрывать все турниры так что я думаю что для многих из вас это будет сюрпризом инфа но она открытая прошу в твиттере запустил какую-то позицию ханс и горит угадайте кто мне дал эту позицию подсказка я в швейцарии так что видимо там они уже скоррешились играет и мяч печатал вопрос играю в шахматы 25 лет это норм рейтинг 2 578 1 1 1 насчет арик оба c444 6 пулем конец приходи приходи старую нашу добрую схемку разыграем ну а правда на д и я не знаю никогда чё тело здесь хотя паша не груша д и это ерунда да но здесь здесь какой-то хитрый ход на почту ферзь а4 потом помню алина ферзь f6 вот точно и на фе ферзь а4 вот такая история здесь хотя помните белок нормально вроде может быть у нас такая партия уже было что-то с кем-то у меня была такая партия ну и чё задумался а про такой но не очевидны 25 лет деревяшки по доске двигать могу нормальную солидную профессию это время свойства и не поспоришь игра g4 это норм нет вот это точно не так что заход такого хода не знаю такого я еще не видел так я вам кашево дикой десе могу побить еф чаще могу сделать в индустрии мы скорее уже три пойдетесь в кущину и про фигур как карел там все стоят так же сыграй какой-нибудь 7 что за кот мурлыкает но у меня комп после время начал шуметь я надеюсь это не сильно смущает обучу с этим делать если я подскажешь что с этим можно сделать кроме как купить новый комп то я буду вам благодарен так мало ферзю делать нечего дайте что же 5 хотя же 5 чушь разыграли дальше продолжаем аж 4 может потом почистить вентиляторы а вручную самому это может делать или надо код относить конечно интересно 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 так она собраться из какой-то замес пошел с гроссмейстером играем а мне не нравится здесь версия хочу коняной 6 поставить к видях они я не знаю меня ноут а мин называется есть такой мужик года три кстати я но если это геморта я точно сам этим не буду заниматься планом сдам тогда куда куда нужно представляющий писать что не предназначает самый сложный не знали всегда сильный какой-то выделить мне лично не просто как 4 сыграешь в на рокировку уже пойти мне там была линия вскрыта он так пока окей уж коня 7 странный тоже конечно окна всем по заберется ну что 4 было неправильно ладно ускоряться сейчас я сыграю быстро и плотно посмотрим что из этого выйдет я сыграю пусть 6 может быть быстро пока не получается а вот он сюда но я думал что 30 будет выходить это интересно но я тогда свалю лица 7 как как учили классики здесь я вот так вот сыграю я готов эту пешку пожертвовать пофиг не критично времени мало у него странно что он же аж не пошел хочет запереть что ничью хочет сделать почему все хотят нищу против меня уже это бы сильный мы же не будем запирать правильно же в код плохой я думаю но я не хочу запирать просто позицию так и сюда допустим так 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 хочу коня на g4 какого туда привести начинаю как дичь какая-то время так я поставил сейчас мы в 5 проводить силу а а а а а а а а а да и и пешечный надеюсь я так уверен на него пошел не ходить что он не выигранный жаль это не выигранная позиция я не успеваю е4 пойти ладно хрен с ним успел да а успел шах шах как это выигрывать макрато подгоняется странная история ужасный ход очень плохой ферзя вырезал какая нервная карта флаг чуть не уронил так спокойно пешку отдал под еще какой-то сейчас зачем я побил на g5 такой бред ладно так 7 они решились у нас не 7 нервно жестко так рига и селидирует стоят на очко куча народу януферзи вы такой не держится но он очень странно мне кажется играл в том плане что он как подгонял моего короля с другой стороны времени нету шаги как бы инстинктивно хочется дать поэтому наверное логика в этом есть но реализовала к что же не лучшим образом мягко говоря настолько выиграл насколько только может быть ладно так поеду чайку налью 1200 человек прекрасных правильно говорит прекрасных зрителей не расходимся пожалуйста вернемся к равнику почитаю но я пошел так что тоже наверное наверное тоже логично да король д1 ходит и f4 пошла 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 это просто родимая да слон е6 да конь е6 де и здесь я пошел и f3 король е1 да ладья а7 ладья а7 ладья активно здесь я пошел ладья е8 да это по-моему не лучший ход был да по-моему если не ошибаюсь c4 опять на ноги тоже такие но но понятно что черный запад на победу c4 c4 выигрывал все-таки парча c4 конь е2 да здесь е7 е7 пишите ладья е8 да да е7 ладья е8 конь е4 слон b2 ну в принципе все-таки наверное близко конь d5 король е7 все-таки наверное наверное можно прорвутся черные сюда и я на самом деле здесь тоже сохранять перевес как бы вот после ф3 ладья е8 ладья е7 да ладья взяла е6 ладья е3 c4 не-не-не-не-не-не я начал я начал с c4 да ладья е7 c4 ладья е7 я начинаю с c4 конь b4 конь е4 он сыграл конь е4 а вот да конь е4 конь е4 f2 да или слон b2 конь е4 слон b2 конь b5 ладья е6 ладья бьет f3 да 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 плюс плюс ладья е4 в принципе наверное все-таки позиционно объективно выигранное просто лишняя пешка главное что здесь здесь я начинаю думать дотяну ли я до 45-го хода потому что я хочу уже отложить партию просто да значит да надо чтобы присудили просто чтобы присудили просто да ну вот этот ход я если не ошибаюсь вот именно так вот ставил в критическом ладья е4 да ну наверное правильная база цена да ну у черных все-таки лишняя пешка сконсализирована и здесь я какой-то ход сделал король g7 король g7 тоже вроде логично да он ходит конь е3 здесь да угу и здесь я допускаю ну здесь конечно чудовищный ход ладья е4 все равно еще был ход здесь ладья е4 все равно оставлял большие шансы на выигрыше вот как бы ну вот а я пошел c3 здесь да ну c3 это чудовищный ход конечно и он сразу начинает контр игру h4 все ну забить слона вообще это конечно было да такое неестественное неестественное да вот даже не пойду она же дальше никуда не да не ну это ну это как бы ну уже все таки ну устал ну устал c3 h4 ну и дальше там через пару ходов будет ничья я почему она как бы я какой сейчас я где-то h6 пошел здесь сейчас я пошел h4 ладья е5 было ладья е5 было да конь f5 шах конь f5 король g6 да конь g3 вот этот хороший хороший ход конь g3 да значит да я пошел ладья е6 да ладья е6 df6 ладья d3 ладья d3 здесь я хожу аж я здесь начинаю значит я беру h6 значит значит я не уверен в принципе это самое вот значит да и и а там несчастного знакомства да я помню хожу так вот значит как бы и видно пешку и 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 такое зрительное облегчение потому что представляешь очень партия как бы и потом после этого значит идут комментарии значит как бы значит я на самом деле это сыграл два с половиной шести набрал там реально там кто-то из москвы по-моему кто-то набрал три с половиной шести типа артур юсупов играл тоже артур тоже набирает три или три с половиной то есть я на я сыграл не очень хорошо но я играл в команде гораздо более слабо ну да вот а потом спрашивают как говорится ну и кто вам понравился и там значит полугаевский и каспаров там кто-то из москвичей кому-то проиграл там карпов кто-то каспаров и карчдову спрашивают ну это только каспаров как говорится магнус он он уникален и его появление это действительно ну было было подарком сначала для норвежских шахматов а потом для мировых шахматов и это кстати демонстрация того что может сделать один один человек как бы с это с такими возможностями для развития своей игры потому что шахматы в норвегии сегодня уступают может быть только лыжам да ну в принципе согласен да да дикая популярность и кстати благодаря во многом магнусу шахматы стали телевизионными ферруже тут не надо даже мне кажется задумываться безусловно это единство шахматистов у которых чемпионский потенциал тайбрейк это это серия пенальти учитывая что сегодня рапида и блица стал очень много я не понимаю почему возникает такой вот такой такая истерика когда звание звание решается в тайбрейке тайбрейк появился не примагнувший карлс если я не ошибаюсь крамник выиграл у топала в тайбрейк и анан выиграл гельфандов тайбрейк я считал всегда что если проходит турнир претендентов то его завершением должен стать матч между первым и вторым шахматистом независимо от итогов то есть даже если первая а богдалова на очко там не важно единственное преимущество того кто выиграл основной турнир это тайбрейк то есть никаких тайбрейков делать не надо что означает выход на матч на первенство мира это резкое увеличение как бы призовых денег благосостояние благосостояние да поэтому есть есть как бы есть искусство в принципе я считаю неверным чтобы определение так друзья открыто чего-то намутил а я хотел бы зачитать пост крамника ну а не успеваем партия начинается егор там что-то нам подправил 20 секунд уже отжал только что было 42 а стало 51 что происходит вообще да алё алё так ладно сыграть чуб сыграть чуб сыграть да да и гор звонила я так не почему хочет но время нашел подходящие лапер битре есть такая схема кто-то спрашивал могут ли кандидаты мастера играть вот чешские кандидаты мастера не только могут играть держать этим 850 пожалуй и после первых битре задуматься каких покер-румах играешь только гг но я уже не больно что опаснее раз сыграл муж месяца два назад так что это все очень не нестабильно так есть такая схемка да если быть сон снова 5 либо сон же 4 хоть два варианта я пойду уже 3 чех точно читер но пока непонятно какие тайминги жутко странные честно говоря сможет только стример за что происходит вообще даже не дисконект никакой у него тоже все полки вроде на месте экран слоткой раза что тогда так здесь у меня план е3 ферзь е2 потом конь c3 и е4 так вот потихонечку это супер известная теоретическая поица который мы сейчас придем потратив кучу времени оба виду клади дать надо сначала ты уже забыл пайду клади дать мне кажется может ферзь е2 по поводу забавали посреди партии мне кажется такой а его наверно в зум попросили выйти о скорее всего в этом причина я так думаю это по крайней было бы похоже на правду слайд они нам неправильный потом все думал сразу прийти сейчас я конь d2 буду этого выкуривать и дальше смотреть по обстоятельствам минутка лишняя на зуме отжали минуту он кто делал конь 3 мне кажется неправильно дашь он центр мой жестко усилил теперь е4 конь c4 слона сюда так c5 числа нам его вскрыл но она ну допустим все еще могу и 4 пойти почему и нет мне хочется он бы два сыграть в этот ход на мне очень удачный вам надо бы ускоряться на дому флаг подрубить я еду я хочу цены кэш побить на сердце 2 вам неприятно пока еда дать и а4 према партии в зум очень странно согласен но другого у меня логично объяснение ты плюс по моему участком и есть такая практика когда они считают что чувак какой-то мутный то можно его и позвать и во время в партии в том числе сейчас ты 5 прорываться сначала нам попросим необычное решение на мой вкус так надо 5 пойдем цель но то грех не пойти на слон теперь это подвисает поэтому он пока толком ничего не может сделать я бы 50 большой перевес я думаю на черту крипу или небольшой или не перевес вообще чёток ускорился резко надо дать по кому пешку протолкнуть не дают какой глупый был ход фердб 5 конечно так ладно сканин д6 переведет он вообще не пробить будет в общем на королевском двигаться конечно реально позиция супер крепкая у него здесь он уже как-то мне дает цеплять себя странный маневр сюда зайти защитился пока это делают так 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 и выигранная надеюсь вид нищая на такселька теоретическая поэта но я не знаю и у меня я забыл как я забыл как проводить не ферзя какую кнопку надо жать срочно alt или или control он точно треугольнику и то есть да на эти снова забыл я причем помню даже дворец какой-то читал он шпилев если вам флаг не повесил я не знаю как я бы выиграл я не было бы времени подслушать у вас подсказку как ферзя проводить alt или control решив сочетно нажимать а король 6 на упакет она имела паника началась я так и толка провести ладно королев 6 я может быть нашел бы на королевой сексе тоже ничего идея но запаниковала не бывает согласен не он не сдался не остался он сдался он я лучше паттащи какой-то на счет силу не а король подпишем мега бредовый ход ну ладно не первый раз мы бред не сел так 89 кстати видимо кто-то обыграл кто-то обыграл ригаиси это кто-то наверно рудик макарян на втором месте идет и к оружию спин грещук мы начальщика отстаем в двадцатку вырвались сейчас андрей кину будем играть превратить ладью так я не знаю как превратить ладью в этом-то и проблема 1200 фэнов да всем привет так ду-ду-ли-му-ду-ли это игорь молодец он кстати известен тем что это какой-то доводится 50 мне кажется ему он все время играть до 4 слон же 5 поэтому с такими ребятами знаете что мы делаем все сейчас задумается не будет значит делать лайк креатору за 6 почему все хотят меняться и ты пойду и коробка 6 очень полезный ход кроме шуток и она у нас нормальная пойти распускать 64 кстати как вариант тоже где-то у меня пока он 6 ой только сейчас куда взять если он же 6 но вроде король до 7 убегаем не 3 слоне 3 мог бы забрать сюда просто изолятор какой-то нормальный может быть но он сразу такой дедовский стиль включил укрепляется по полной надо вы как-то наказать за это я про то что где-то играют поэтому не знаю получится ли сюда коня 400 что хочешь сколько не 4 пойти нормально нормально желание пешку отдать ну просто какие-то слоны у меня такие сразу там за играет этаж 6 или опять пойду так здесь надо предъявить собственно чего здесь хотел сделать сам ты не был уверен на пол взял нам условно в 5 кашку доход сделать так себе идея а нате быстро пойдем опять или ферзи сохранить все таки альфер по 6 поем сверзаем покатаем есть еще детский стиль да но я из него вышел так здесь 1 ладя до 8 черный зевая начнем может поменять ферзя на 2 ладьи ну обычно ферзи все-таки посильнее в эту игру часть пешку отдал просто не может объяснить тоже не первый вторник такой жеребёк мы идем неплохо и жеребёк она просто лучше лучше из лучших я видимо расслабляясь и не знаю полную чушь нести так слон d6 конь b4 c5 сдался ну а на чем пешку отдал лично пальцы был человек ферзя просто 4 зевая сори ребята партия-то не задалась пожалуй сперзя отдал но комит это и есть детский стиль до чистой воды тильтовая уровень не должно не 2 300 даже близко 1300 примерно он бы 4 был цепь был ход он дать попробую сферзя покатать не если ферзи шесту а ладья до 6 и ферзи до 8 да у меня был ход ну да да я держу на бы 5 стал ферзи шестер на перс ловится чему трону ходили действует в онлайне хороший вопрос как ты не действует наказан за понты не первый раз кстати оттанцы очень нельзя в эту игру пешку отжали это я говорю очень плотно играет укрепляется пробить на b4 до размена то не можно было да наверно чё ничья крепость запутывать его вряд ли здесь получится ну пока еще поиграем это ладью честно на седьмую как-то может что-то из этого выйдет раз таким время пассивная защита по идее до добра не доведет с другой стороны он явно не самый главный благоруб на этой планете не похож по крайней мере до сперти 6 ладью поймал единый был перевод хотя мы же 5 какой-то еще есть дед читер инфо сотка длине ферзя дед чё ферзя не зеваешь по-братски поздался нет я не вытащу ничью здесь просто я почему мелькнул у меня здесь нужно 4 не нам что-то не пошел кое-что нормальный по я чувствую нормальный ход но надо было ферз f6 ходить вот ферз б6 уже не туда и там как раз там как раз видим моя компенсация моя идея бы сработала ферз f6 подводят d8 слоны код сюда стреляют пешки ослаблены эти хорошо стоят два слона копнули пишет но я так и думал что примерно 0 и ферз b6 конь d6 а я еще тупо вообще зиманул я думал что кольца 8 на ферзя напал там же шаха ну короче эта партия вообще не задавалась удивительно и слон d6 кстати я видел ход солнца 4 здесь я решил что это проигрывает и злодеи 8 и слон у меня уже не висит ну короче ладно иногда бывает что совсем глюки тут идея в том что я ладья е6 хожу и отыгрываю флона это просто равное ну даже здесь ферзь а7 видим еще можно было бороться окей каждым ходом зевок точность какая я думаю что в районе 60 вот я больше 60 я точно бы не дал сейчас посмотрим как алгоритмы ческома работают 84 полный же бред просто полный бред так от бенина кажется мы с ним уже играли 21 нашу пользу так еще кстати лидирует до обыграл на ку на к что-то стал сдавать после истории с крамником последние вторники помни одного не выиграл и снова последний тур данная пасын тур когда я претендую на призы вот тогда становится тяжело здесь я не претендую поэтому должно быть попроще конечно вот эту деду надо было обыгрывать но но это реально фиш полнейший ну то есть как я здесь я видимо расслабился хотя ну рейтинг 850 надо было собраться хоть за что-то боролись 8 очков это десятка наверно было бы вот какой-то фон со фон кстати 8 с половиной идет кто это череной какой-то непонятный тип 8 правда нет не факт что десятка было так здесь мы пойдем c4 лиркировка пост покажем дай сыграть партию то плыть к потом покажу там хочет е3 дальше запулить заберем если нет 3 тогда вся эта история очень странно да он так выдвинулся сейчас мы эти пешки будем собирать просто к е3 мне самому пойти или нет ну пойду еще на ка рудик он оттуда быстро выиграть и из-за рудика пойти потопить так среконе 4 точнее взяли конь c6 потом кони 4 и на 5 ферзь провисает кова кстати сейчас только не 4 землет скриньте ну пойдешь а центр должен начать разваливаться это вся идея с е5 е4 не не очень хорошо выглядит точно с начиской пофиксили но мне дали 85 за предыдущую партию ну там кто-то правильно заметил да что это и знаешь при наверное точно средняя повысилась но она вообще не отображает ничего ну судя даже по этой последней партии так здесь надо задача быстро не просто выиграть быстро выиграть хочу ручку посмотреть так нам пешку съесть пока мне кажется это маловато просто пока пойду ферзь этого можно красиво как бы 2 хочу и водя дай а я дай служишь так конь е5 вот есть кунь до 2 вот . 2 прицел возьмем и коровском стиле катая мне понравилось как краником в этом видео ну и кори надо лучше лучше что-то надо хикаре короче я же не помню что само слово понравилось хикаре так она на владею завести условно 3 правда не очень приятно поставил надеюсь мы это переживем неприятность эту рудик дави за рудика и за грищука два у меня фаворита в этой жизни пешку съесть на 5 кажется что что-то маловато можете зря пендриваюсь хотя ладия симптом ладятся 8 еще есть вот неприятно что делать я же хотел пешку съесть он мне не отдал на либо 4 курьбы 3 вот так что это фальшь по виду по чуке это не петроград к точность я еще за городом я смотрите игр грищу к т.д. эти зиму слушать брак это прикольный исход на зиму не очень приятный можно браконь b3 какой-то сделать в ход вам дайте подцепно там и навесим мы делали что слон мощнейший что он зарешает это ход я видел на наделал что но не сделает напрыгнул как все начинает у него висеть давайте первый прикроем и придем что залезем до 5 ночью я не очень не очень вам 8 очков нормально короче идем смотреть быстренько коров русик труд макаря вперед руд так руд макаря пешка на 7 выграно стоит да и пейс за белок вертикали вскрыть как тебе идея поделись пониманием по ощущениям жутко не нравится вскрывать линию f что мы можем вернуться потом но там пешка и 3 очень ослабляется так как пешку то проводить рудик уже нули только что плюс два с половиной было уже нули жигалка тоже 8 сережкой из одного теста стримерского ой рудик все называл типичный хикару блин и мат наш один типичный хикару вот как такого человека можно обвинять я садим от так еще крещу грещу 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 проводит пешку это побеждает 10 очков должно хватить ой флаг а у него одна секунда оставалось я что-то думал что он сделал когда был 0000 на часах грещу на секунда конечно не главный специалист прямо скажем но здесь должен пешку провести почему я должен претензий крабники не серьезно потому что он пока ничего не предъявит на возле вообще ничего поэтому я готов поверить что что есть что показать но пора уже показать наговый спруге интерес сколько наберет ну интересно да так ладно к выиграл второе место тонченко занял сережки 9 еще кто-то сказал что 8 и кстати игра мелодиноч который нас обыграл тоже 9 в итоге набрал сережка молодец смотрится так а мы выше своего стартового места в итоге или нет были на 33 по моему в итоге где мы не вижу но мы обогнали лозовика что уже турниру дался бортника раджаву обогнали что я себя не вижу проще 17 место подели у грещука 10 из 11 первое место чистое и второе дележка второе десятое трое же сперс эти занял то и а рулики если бы был занимал бы чистое второе почему на к на третьем не на час они посчитают повел множество накачал 2 займет не удивлюсь грищу крутой до гречка мы поздравляем с ним уже все пояшем первое занял и калилград вместе с которым я вначале стрима говорил что есть гроссмейстер который горишь и 90 процентов читеров в шахматах он сказал что вот единственный в кого я никогда не поверю так это грищука что он может и терить так что такая история история ждем финальное объявление результатов не грищук не первый раз выиграл я нашу штук пять наверно побед пример так мы на двадцать седьмом ну выше стартового сайта хотел кранника зачитать для тех кто у нас телеги не не сидит не сидит почему-то хороший вопрос телега у нас абсолютно топовая не хуже канала я считаю это можно кстати в коментах пообщаться почти каждый полчаса у нас там 300 400 комментов но если мы берем кранка так читаю 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 владимир краник мне ничего больше не остается кроме как опубликовать эти данные история с петицией владимир крамника который он просит платформу ческом устроить дополнительную проверку для накамуры продолжает набирать обороты сегодня экс-чемпион мира опубликовал новый пост в своем блоге на ческоме как и обещал публикует дополнительную статистику так как до сих пор ческом не отреагирование на опубликованные статистические исследования не на недавние сообщения прямых физических угрозах да да я первый раз слышу честно говоря конечно это это уже новая новая ступень конфликта сообщение приливы физических угрозах которые я уже дважды за 24 часа получал от некоторых участников платформы на тоннель какие-то сидят строчат я думаю что это всерьез я надеюсь не надо воспринимать мне ничего не больше не остается кроме как опубликовать эти данные и так проверяем статистику одного шахматиста blitz партии против 2 600 2 800 игроков последних 140 стас последних 141 партии 141 партии посмотрел писать 141 них партиях ладно средний рейтинг намного выше 2 700 игра против более 20 разных шахматистов из этих 141 партии выиграна 141 набрано 141 очков этой серии и она все еще не завершилась может и продолжится петицию подписали уже полторы тысячи человек для всех кого приведенных до кому приведенных данных достаточно вот ссылка чтобы ознакомиться с ней для других комментарий к этому посту будут открыты на некоторое время что вы могли высказать свои оскорбления и обвинения также придется с физический угроз демонстрация вашего реального лица что выложим то какая информация выложена я не понял то что кто-то 141 кто это это хикару только одно набрал подряд я вот в это даже явки не готов поверить хотя и за хикару вообще в принципе топлю но нет 141 это перебор подряд так рудик это ты был близок 141 очко набрать мы за тебя топили кстати конце рудик нам пришел чатик приветствуем его вот все время кроме горит я выложил статистические исследования пожалуйста вот информация к сведению так что что выложено то у меня только в этом вопрос я очень не понимаю я не понимаю ссылку в чат можно вот последний один из последних видосов у нас последний где крамник называется как крамник призывает на кому руках то так его там есть ссылочка на петицию так что кто хочет крамнику поддержать подпишитесь я думаю что можно тысяч полторы минимум есть а может уже и к двум приближается посмотрим на ческом профиль нет на ческом если было бы имя я думаю что у нас в телеге тоже бы выложили на ческом крамника написано что это магнус или это прикол я думаю что это прикол скорее всего я единственное с чем я полностью согласен с крамника тоже ческом ничего не делает с этим я согласен это правильный посыл ну как как заставить шевелиться пока непонятно да это что народ начал обращать на эту проблему это тоже конечно заслуга крамника сто процентов в общем такая твоя к история непонятно а я так понимаю что в основном мнение разделились строго за строго против но я скорее пока на стороне хикар опять таки пока потому что ничего не предъявлено толком мое мнение может поменяться я могу быстренько переобуться а данил монаху грешет не шутка давайте посмотрим да кстати что крамник чесноком сейчас наберем крамник чесноком так нормально видно да а а карлсон а ну каус нет стоп тут не 141 141 это 131 с половиной из 140 ну короче действий очков потерял магнус дыма видно он вам видно да внизу написанную а это сравнение да это сравнение правильно это не прокалился на речь это про сравнение вот допустим что магнус набрал по такой же с такими же параметрами до 131 с половиной понятно не про магнус речь этого неправильно поняли скорее как так что криво написано потому что я реально будет в заблуждение но это не про него я так понимаю да имеется ввиду что даже карлсон набрал и слон очков такой как потерял а этот монстр 141 и ну вот это я согласен это кэш перебор если это хикару тогда я переобуваюсь и на сторону крамников стою ну ладно будем продолжать следить за развитием ситуация у меня никаких инсайдов нет так что тоже тоже вместе с вами вместе с вами буду буду наблюдать посмотрим кто эту ником но я думаю быстро вычислить но пока не понимаю кто но если это хикару то здесь я уже рассказал можно уже задуматься всерьез да ну набирай просто 40 141 141 это это реально надо быть совсем примитивным тупейшим читером чтобы настолько настолько к себе внимание привлечь чем интересное интересно вот это вот это по крайней мере действительно на мой взгляд нереально не то что даже маловероятно просто нереально это уже перебор это просто против нет рейтинг 3 не рейтинг 2 700 но это ну по меркам по меркам маки конечно абсолютнейшие фиши но но не 141 партия подряд нет как после тильта восстановиться но кстати ну вопрос естественно не ко мне по-хорошему но мне я быстро из тильта выхожу то есть я быстро мне вхожу на и быстро выхожу с предки завтра буду я разговаривать а напоминает нас 1000 прекрасных зрителей завтра будет интересный очень разговор мне кажется человеком которого практически никто из вас не знает но стал чем у европы в команде на первой доске возглавлял сборную сербии недавно еще играл за россию александр предки практически вышел в турнире претендентов рейтинг под 2 700 так что представим его публике и пообщаемся немножко приходите завтра 7 часов да а что касается 141 человек ну ладно это это числительное мне сложно выговорить поэтому что касается то стрека я думаю что к завтрашнего дню завтрашнего вечера мы уже будем все точно знать и поэтому завтра же и пообщаемся на эту тему я понятно что 141 партия игралась не сразу но если сильно даже пол очка не поднял это невероятно это невероятно на мой взгляд так что ждем вот единственная правда последний момент пока я не отключился вот в чем проблему назвать имя то есть вот здесь действительно уже не он не обвиняет а просто говорит вот шок выгул 141 партию подряд ну что здесь как раз мне кажется вопрос кранику никакой нет просто я допустим любитель мне интересно изучить какие-то невероятные стрики в шахматах невероятные рекорды и вот допустим жаспер набрал 141 очко подряд уже с тем же к тому какого не может докопаться никак поэтому я не понимаю почему почему не выложенную не выложено имя здесь чтобы сначала непредвзято оценили стрик да и мне кажется непредвзято здесь здесь равно у всех либо ты за крамника либо ты против крамника от того какое там имя будет тебе по барабан мне так кажется по крайней мере судя потому что вижу в чате закинуть удочку привлечь внимание но нельзя не доход сколько можно удочки закинуть уже все мы эту на эту наживу насадились скажем так поэтому пора бы уже вот я же говорю это моя по сути единственная претензия пока очень много удочек но ничего вкусного нам пока не дали в общем такой времени на счет друзья ну спасибо всем кто пришел вторник может по игре и не блестящий был бы пообщались классно так что давайте завтра приходите в 7 часов александр предки покажет нам как он обыграл сами шенкланда и другие партии будут тоже пока